Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Дома попугайчик, единственное живое существо, которое там было в животных, ломает себе крыло. Дома никого. Я нахожу в ящике, где хранятся инструменты, изоленту синего цвета. Кстати, попугайчик тоже был синий. И помотал крыло. Притом боялся, получу от родителей, придут с работы. Но, на мое удивление, приходит мама и говорит, молодец, все сделал правильно. Это сейчас до меня доходит, что я сделал шину, наложил на крыло. Ну, идут года. У всех детей, да, у подростков есть любые места в городе. Ну, или там, где живут, да. В Ереване у меня было два места. Это Ереванский зоопарк. Кстати, он очень хороший, лучше, чем современный Челябинский зоопарк. И птичий рынок. Только не в том понятии, как сейчас мы видим, да, рынки птичьи. А у нас те годы, это 70-е годы, там была великолепная выставка певчих птиц. Там не было щенков, не было котят. И каждый владелец хвастался, как громко поет свой кенарь. И мы там часами пропадали, да, с друзьями. Ну, учились, учились и в 8-м классе. Кстати, очень много литературы было дома по биологии, по химии. И эти предметы я очень любил в школе. И был на хорошем счету. Ну, получилось так, что репутация моя немножко пошатнулась. Это было 24 апреля. Ну, неофициально в Армении, еще и в Армянской ССР отмечали День памяти геноцида. И в этот день люди старались уйти с работы и сходить, дать День памяти жертвам геноцида. Ну, мы тоже решили. Ну, школьники там такие активные. Уговорил я весь класс, мы ушли с занятий. Ну, это все занимает 30 минут. Там съездили на троллейбусе, положили цветы. Ну, время-то еще у нас есть. Домой рано, нельзя вернуться. Ну, решили идти куда? В зоопарк. Класс. Ну, все у нас были в форуме, да, школьная такая форма. У мальчика, у девчонок нету сопровождающих. И нас тогда еще милиция задержала. Непорядок, нету взрослых, нету учителей. Что вы тут делаете? И выгоняют из зоопарка. Сообщают в школу, доставляют нас в школу. Ну, там маленький такой скандальчик, который пошатнуло мою репутацию. Но это не помешало закончить школу почти на отлично. Одна четверка была. И я вместе с мамой прилетаем в Ленинград, это Санкт-Петербург сейчас, поступить в медицинский институт. Была мечта моих родителей, что сын станет врачом. Но не поверите, из-за справки, которая называется медицинская форма, номер не помню, так как справка получена в Армянской СССР, надо получить новую справку. И по срокам мы не успевали. Родители расстроились. Я говорю, ничего страшного, у нас тут ветеринарный институт, пойдемте туда. И моя внутренняя такая мечта, когда я в детстве наблюдал за такими большими кошками, проводил время в зоопарке и на птичьем рынке, как бы постепенно сбылась. Я поступил, но не прошел по баллам, потому что по химии, по биологии получаю я по четверке, а по русскому языку был диктант 4. А сдавал диктант, потому что у меня образование начальное было на армянском языке. Но это не помешало меня перевестись в другой вуз, а это был вуз, который называется Вологодский молочный институт на факультет ветеринарный. И 5 лет я учился в городе Вологда на ветеринарном врача. 92-й год я заканчиваю, приезжаю опять в Ереван. 3-4 месяца работы и пришлось мне приехать в Челябинск. Кстати, юбилей этого великолепного вуза и еще юбилейный год, 25 лет, как я работаю уже в Челябинске. Так что мы в чем-то вместе начали свою деятельность. И все, я приезжаю сюда, потому что мой отец уже здесь работал, металлургом, у него были проблемы со здоровьем, но мне пришлось приехать посидеть с ним. Но долго сидеть не мог, потому что есть энергия, есть знания, надо куда-то их деть. И первые мои пациенты, это оказались собаки, кошки, кролики и поросята наших друзей, которые держали. Начал работать, открыл свою частную практику, получил ИП, тогда были еще ИП. Ну и подрабатывал в кошачьем клубе любителей кошек. Пошла мода на кошек, первые кошки из Европы стали покупаться и продаваться очень дорого в России. Но специализация пошла конкретно кошачьим. И как вы думаете, какую кошку, с какой проблемой ко мне обратились? Вот с такой. Тогда еще очень популярно были такое неприятное явление, передвижные зоопарки. И один такой зоопарк, который назывался Новосибирск, гастролировал как раз в Челябинске. И бедный лев был весь в болячках, с такими язвочками. Его полгода лечили от стригушевого лишая. И когда ко мне обратились, просто вот, вы не могли консультировать? Я прихожу, говорю, так элементарно, надо постилку менять. Лев лежит на соломе, солома вся мокрая. У него просто пошел контактный дерматит. Поменяли солому на опилки, 2-3 таблетки, там, диазолина, по-моему, как сейчас помню. Все, лев жив-здоров. Этого льва вырастил искусственно директор Новосибирского зоопарка. И он, когда узнал, все позвонил, поблагодарил. И пошли слухи, что я, там, в Челябинске кто-то лечит таких диких ушек. Но времена были тяжелые, кстати, вот, смех смехом, но это 90-е годы, когда был кризис, люди избавлялись от своих здоровых, хороших животных, потому что кормить было нечем. И часто приносили из-за того, что нет денег лечить, усыплять. Мы подумали, а почему не создать какую-то организацию, которая может помочь, то есть фонд. А как его создать? Я поехал в Москву на поезде. И, как сейчас помню, около Казанского вокзала была какая-то библиотека. И там я переписывал все адреса, там, не знаю, электронные адреса, телефоны, международных всяких фондов, в России таких фондов не было, по помощи животным. Переписал два дня, читал там книжки, журналы, приходилось даже с книжкой перевести, потому что многое было на иностранных языках. Я приехал с набором этих адресов. Здесь тоже искали переводчиков, нашли. И написали очень многие фонды. И вот тебе на сюрприз мы получаем ответ. Поздравительную телеграмму от многоуважаемой Бриджит Бардо из его фонда. Вот как выглядит эта телеграмма спустя. Это мы получаем в 99-м году. Вот бумажка-факс, который сохранен вот в таком виде у нас в музее. Это приветственная телеграмма, что они очень рады и удивлены, что на Урале открывается такой фонд, готовый поддержать консультациями. К сожалению, финансово они не могут, потому что в Югославии идет война, они спасают там животных, в том числе и коров. Ну, это был, знаете, вот какой-то такой флаг, такой толчок для нашей деятельности. Я стал еще руководить фондом зоозащиты «Спаси меня», у которого сегодня есть очень хорошие успехи и победы, несмотря на проблем. Ну, про слухи про кошек. Один из пациентов, тигренок Жорик. Наверное, в зале сидят люди, которые участвовали в спасении этого уникального зверя, которого еще называют моим третьим сыном. У меня два человеческих сына и один с животным сыном. Этот тигренок Жорик растопил сердца многих, не только россиян, но и людей со всего мира. Он растопил сердца таких спортсменов, как дюдо. И два раза он стал талисманом, два раза такого не было в истории спорта. Чемпионатом мира по дюдо и чемпионатом Европы по дюдо. Этот Жорик был на пресс-конференции в «Комсомольской правде». Здесь есть сегодня директор «Комсомольской правды» Челябинск. Я видел, просто отсюда не видно. Спасибо вам за пресс-конференцию, которую мы с ним там проводили. Потому что вот из-за этой мордочки, видите там, дефект, нам пришлось делать пресс-конференцию и выкупить этого животного, потому что из него хотели делать чучело, ну или ковер. Цена вопроса была 150 тысяч, это 2009 год. И нам, челябинцам, удалось выкупить этого тигра, еще больше с ним поработать и отправить на историческую родину. Он сейчас благополучно живет на Дальнем Востоке, это Хабаровский край. И этот хищник доказал, как вы думаете, что? Что у животных, даже у диких, есть душа. Давайте посмотрим такой маленький сюжет. Встреча папы с сыном спустя два года. Встреча папы с сыном спустя два года. Вот таким гортанным звуком разговаривают хищники со своей мамой. Это спустя два года со мной разговаривают хищник, который уже не котенок, а уже нормальный тигр-производитель, то есть он взрослый самец. И когда мы Тижорика тут спасали, ну, пришла идея. Ну, работаем мы в обычной пятиэтажке, да, у нас там в арке клиника. С тигренком мы гуляли на улице, где пятиэтажки обычные. На нас вызывали полицию соседей, что здесь в безобразии гуляет тигр один. Хотя один никогда он не гулял, всегда гулял на поводке, просто мы старались на длинном поводке его разгуливать, потому что у него энергии очень много. Когда приезжает полиция, вот этот жучок, бычок, выходят они, увидели тигра, достали свои гаджеты, сфоткали и уехали. И два года борьбы с чиновниками, с обращениями в разные инстанции, и благодаря администрации президента мы получаем территорию, где создали первый в регионе приют для диких животных и птиц. Вот наши пациенты, последнее резонансное дело, это вот львица Лола, которая сейчас благополучно живет в Крыму, в парке Львов-Тайган. Эти животные буквально недавно были эвакуированы из Сибири, где разорился зоопарк. Ну, посмотрите на эту красоту. Орел, которого мы выходили и отпустили. Вот такие красавцы живут в нашей области, летают порядка над небом. Хитрые глазки лисы. И рысь. Здесь я немножко остановлюсь, потому что, да, у нас есть большие победы. Мы победили такую службу, как Росселхознадзор. Кто-нибудь знает, что это за служба? Это та служба, которая может запретить ввоз помидор из Турции. Это та служба, которая может запретить завоз сыра, да. Они просто взяли, это Свердловская область, аэропорт Кольцово, наверное, многие летали, на таможне задержали партию породистых кроликов, один, 12 голов было. На полгода кролики жили на таможне в складе. И вот я вместе с друзьями добились того, что мы дошли до главного ветеринарного врача Германской Федеративной Республики и доказали, что эти кролики не биологическое оружие. Представляете? Тетенька в халате, к сожалению, моя коллега в аэропорту говорит, это биологическое оружие, у них справки нету. А справка была на немецком языке, просто надо было перевести все. И задержали вот этих бедных кроликов, которые там успешно размножались и сегодня радуют свою хозяйку. Но очередные трудности опять же с нашими чиновниками Маруся Рысь, которая нами была спасена, и сегодня чиновники нам заставляют ее выкупить через аукцион. Ну, мы надеемся, что все решится благополучно. Это приходится не только спасать животных, но и менять законодательство. У нас немножко есть проблемы с законами, которые относятся к животным. Многие спрашивают, зачем мы это делаем? Зачем мы лезем в природу? Кстати, здесь губернатор согласился вместе с нами отпустить орла. С нами таскал вот этот контейнер, здесь где-то сидел орел, а я немножко так подстраховался, чтобы орел не летел на губернатора, потому что охрана была далеко. Вот, посмотрите на эти глаза. Эти животные, которые пострадали из-за антроподи... ну, человеческого фактора. Эти животные, которые... Вот, представляете, лев. Каким образом лев оказался на Южном Урале, в садке. Человек захотел поиграть, купил льенка. Наигрался. Львица выросла. И решили усыплять, потому что никто не покупает, у него нет документов. И вот, когда внимательно смотришь в глаза этих животных, ты понимаешь, там, сколько там добра. Вот я сегодня вышел и поздоровался, да, с вами сказал, добрый вечер. Я пожелал вам добро. Вы тоже все, когда утром просыпаетесь, друг другу желаете доброе утро, да, добрый день. Почему доброе? Потому что не красота спасет мир, а доброта. Спасибо, Карен Далакян. Спасибо. 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 Спасибо.